Добрый вечер! Прямо в эфире программа «Прямая связь». Природный газ для многих давно стал привычным благом, но некоторые татарстанцы начали забывать, что за него нужно платить. Задолженность населения за газ в республике Татарстан выросла, особенно зимой в отопительный сезон. Какие штрафы предусмотрены для неплательщиков? Как будут воспитывать таких горожан? Узнаем от гостей нашей программы начальника управления по реализации газонаселения Рустей Мунировича Гематова. Здравствуйте! Здравствуйте! И начальника абонентского отдела управления по реализации газонаселения компании «Газпром Трансгаз Казань» Ильдара Фаридовича Вахитова. Добрый вечер! Добрый вечер! Уважаемые следители, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 570-50-75. Звоните, задавайте вопросы. Мы ждем ваших сообщений по электронному адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Также на протяжении всей программы будет работать электронное голосование. Тема интерактива сегодня «Вы за газ платите вовремя?», на которую предложены три варианта ответа. Голосуйте, в конце программы подведем итоги. Рустей Мунирович, как вы читаете, который вариант из трех представленных сегодня наберет наибольшее число голосов? И как бы проголосовали вы? Здравствуйте еще раз. Я бы, конечно же, проголосовал за первый пункт. Да, всегда. На сегодняшний день одной из самых актуальных задач энергоснабжающих организаций является вопрос сбора платежей за оказанные услуги и поставленные энергоресурсы. Энергоресурсы, да. Несвоевременность оплаты за отпущенные энергоресурсы приводит к росту дебиторской задолженности и проблемам в хозяйственной, финансовой деятельности этих организаций. Поэтому вопрос актуализации или актуальности по сбору платежей стоит перед всеми энергоснабжающими организациями. Ну а как проголосуют наши телезрители? Посмотрим уже в конце программы, да, действительно, насколько будут меняться голоса. Результаты нашего интерактива тоже нам тоже заинтересны, так ведь? Итак, мы просим вашей активности, призываем вас к активности, уважаемые телезрители. Закончился очередной отопительный сезон, но как ни странно для газовиков начинается горячая пора. Скажите, пожалуйста, с чем это связано и почему же для вас весенне-летний период самый сложный? Да, я с вами согласен. Начался самый активный период работы с неплательщиками и сбор платежей за газ. Отключение от газовых сетей. Это мера, хотя и крайняя, но все же, как показывает практика, самая эффективная и действенная в борьбе с теми неплатежами. Только лишившись голубого топлива... Начинают люди осознавать, да, чего же они лишились на самом деле. Начинают понимать, насколько важен был этот элемент, ресурс у них в жизни. И приступают к платежам, к тем просроченным платежам, которые накопились у них за зимний период в большом объеме. Главным образом газ отключается посредством установки заглушки, но есть категория строптивых абонентов, которые не пускают наших специалистов в свои дома, домовладения. Поэтому приходится иногда отключение производить из уличных газопроводов. Отключение, как собственное будущее подключение, это затратная часть. Ее придется оплачивать из собственного кармана каждому абоненту. То есть это дополнительные расходы еще, так? Совершенно верно. Вместе с задолженностью за сам непосредственно использованный газ придется платить и за отключение и подключение. Но и могут быть применены меры судебного взыскания этих долгов, что опять-таки повлечет возмещение этих расходов абонентов. То есть в любом случае, чтобы еще раз повторно подключить, надо за это заплатить. И плюс вы подключите только в том случае, если они полностью проплатили свой долг. Так ведь? Совершенно верно. Вы знаете, это очень важная вещь, потому что, мне кажется, не все это знают. Так ведь? Думать, да ладно, копеечные платежи, да и так проплатим. Так ведь? Или как-нибудь обойдется. Ну, как-то надеемся на войс. Так ведь? Здорово, хорошо, что вы это сказали. Скажите, а кто подпадает под категорию должников? Ну, должников считается абонент, не оплативший потребление газа два расчетных периода, то есть больше двух месяцев. На сегодняшний день, к сожалению, в нашей республике есть определенное количество должников, которые вот... Их количество растет, да, к сожалению. Не спешат пока оплатить за потребленный газ. Поэтому мы сегодня встретились, потому что их число продолжает расти. От себя добавлю, затягивание оплаты как снежный ком. Поэтому чем раньше будет погашен долг, тем лучше для абонента. Сегодня актуальной и острой проблемой являются неплатежи граждан за коммунальные услуги. Поэтому Управлением Федеральной службы судебных приставов по республике Татарстан уделяется самое серьезное внимание организации работы в отношении нерадивых жителей республики, систематически не оплачивающих за газ, свет, тепло и воду. При этом сотрудники службы активно взаимодействуют с поставщиками коммунальных услуг, в частности, с обществом «Газпром Трансгаз Казань». Из-за злостных неплательщиков предприятие несет многомиллионные убытки и поэтому вынуждено предпринимать соответствующие меры. Наиболее рьяных должников приходится отключать от газоснабжения и на сегодняшний день лишились доступа к голубому топливу более 4000 абонентов. Только за последнее время на абонентов должников подано около 800 исковых заявлений, подавляющее большинство которых уже удовлетворено судами. Эффективными мерами в борьбе с должниками являются совместные рейды судебных приставов и газовиков по адресам лиц, не исполняющим свои обязательства, даже после вердиктов судебных инстанций. Судебными приставами накладывается арест на собственность должников, которые не платили за газ многие месяцы. Зачастую накладывается арест в счет возмещения долгов за газ и на такое крупное имущество, как автомобили. При неисполнении должниками своих обязательств по погашению задолженности и в дальнейшем их имущество будет реализовано. В последнее время судебными приставами республики в тесном взаимодействии с сотрудниками ГИБТД активно используется программный комплекс «Дорожный пристав». Комплекс позволяет оперативно воздействовать на злостных неплательщиков, имеющих автотранспорт. Шансов уйти от ответственности практически нет. Поэтому во избежание ненужных неприятностей платить за газ, да и другие коммунальные услуги необходимо. Причем вовремя. Еще 1 января 2016 года вступили в силу все положения федерального закона номер 307 по укреплению платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов. Новый документ внес существенные изменения в порядок начисления штрафных санкций за просрочку оплаты коммунальных услуг, в том числе природного газа. Документом регламентированы изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Жилищный кодекс Российской Федерации. Ильдар Фаритович, напомните, пожалуйста, какие основные изменения вносит федеральный закон для населения потребителей природного газа? Для первых, надо знать, что был увеличен размер пеней. Он, как правило, зависит от того, насколько потребитель задерживает платежи по выстреленным счетам. И в данном случае действует принцип расчета пеней. Это в зависимости от того, чем дольше, тем, соответственно, дороже. Это касается всех потребителей без исключения. Если собственники по каким-либо причинам не оплатившим платеж один месяц подряд, то, соответственно, государство дает возможность им реабилитироваться. То есть если один раз пропустили, то есть реабилитация. Да, и, соответственно, платеж за первый месяц в просрочке не начисляется. Ежедневное начисление пеней рассчитывается в зависимости от срока, то есть от 31 дня до 90 дней. Да, рассчитывается по 1,3 ставки рефинансирования Центрального банка. А 90 дней и более 1,3 ставки рефинансирования Центрального банка. Соответственно, для тех, кто не платит месяцами или даже годами, значит, денежное наказание будет более ощутимым и болезненным. То есть не забывайте про пеней, потому что проценты за просрочку растут. Для тех, кто не платит месяцами и даже годами, денежное наказание станет более ощутимым. Нетрудно сделать вывод, что платить за газ вовремя намного выгоднее, чем копить долги. Я всегда плачу за газ. А мне некогда. В банк иду. Кредит брать на машину. Кредит тебе, может, и дадут, но машину-то заберут. При наличии долга за газ у вас могут конфисковать имущество. Уважаемые абоненты, ежемесячно передавайте показания счетчика и своевременно оплачивайте за газ. Несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами. Вот какие последствия несет? Давайте, вот то, что уже было сказано, это как раз первое, наверное, все-таки ежедневное начисление пеней при задержке платежей. Второе, это пристановка подачи газа. И хочу заострить внимание на том, что расходы, понесенные при отключении, соответственно, при подключении, влажатся на самого потребителя. Также у нас в третье, это взыскание долга судебного порядка, замещение судебных издержек. Если потребитель судебное решение не исполняет, то судебные приставы могут наложить арест на имущество, принудительно резовать данное имущество, ограничить выезд такого лица за границу. Очень актуально сейчас в преддверии отпусков. Да, наложить арест на все расчетные счета, кредиты к учреждениям. Соответственно, производить регулярное удержание как с пенсии, так и с типендией. И заработные платы, наверное. И заработные платы, да, конечно. А если газовое оборудование работает безупречно, зачем пускать ваших сотрудников в дом? Давайте, вот совсем непонятны, конечно, мотивы, по которым наших контролеров не пускают в квартиры, в дома. Бывает даже, что нам и угрожают. И, соответственно, и оскорбляют. Конечно, мы реагируем. И не для того, что мы производим обход. Не для того, что нам это нужно. То есть ваш обход, это тоже залог нашего благополучия, нашего потребителя, и так ведь? Да, да, конечно. Это тоже важно. Поэтому, к сожалению, не все этого понимают. Поэтому, соответственно, знаете, вот в данном случае, в случае, когда нас не пустили раз, два не пустили, мы начинаем, соответственно, об этом задумывать и реагировать. И данное... Может и даже отключить, так? Да. По закону, в случае, если нас не пускают раз, два, мы, соответственно, производим пристановление подачи газа. Потому что нам неизвестно, что творится в данном домовладении по части газоснабжения. Да и вообще, когда контролеров не пускают, это уже, наверное, должно насторожить. Почему не пускают представителей, в которые приходят с корочкой в спецодежде, с специальным оборудованием, так ведь? Да, да, совершенно верно. Здесь потому, что, во-первых, по правилам, если у абонента установлено газооборудование, абонент обязан извещать об изменении отапливаемой площади, соответственно, об количестве проживающих. Если меняется количество проживающих, абонент также должен сообщить? Да, да, конечно. То есть, поэтому, когда появляется на пороге человек с чемоданчиком, он должен это тоже сообщить, так ведь? Да, да, да. Ну, еще все абоненты в обязательном порядке должны оповестить еще раз Газпром Трангаз Казань в случае, если прибор учета газа либо не реагирует, либо находится в неисправном состоянии прибор учета газа. Если абонент, соответственно, об этом уведомил заблаговременно заранее, то, соответственно, наказание в виде норматива сам потребитель об этом, ответственность с него, соответственно, снимается. То есть, если он даже своевременно об этом не сообщил, например, изменилась площадь, изменилось количество проживающих, это тоже влечет в санкции, да? Так я поняла, правильно? Да, в случае, если мы придем сами, то, соответственно, мы производим, если мы сами обнаруживаем, то, соответственно, производим начисление за последние 6 месяцев по нормативу. То есть, от вашего посещения, ваших сотрудников, все равно, в любом случае, выигрывает потребитель? Да, конечно. Это так? То есть, самим же же спокойно, когда действительно все в порядке, да? Когда все оплачено. Все оплачено. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 570-50-75. Звоните, задавайте вопросы. Мы ждем вашего сообщения по электронному адресу, который вы видите сейчас на своих экранах. Также на протяжении всей программы работает электронное голосование. Тема интерактива сегодня. Вы за газ платите вовремя, на которую предложены 3 варианта ответа. Голосуйте, в конце программы подведем итоги. Если есть телефонный звонок, мы готовы принять. Есть телефонный звонок, нам подсказывают. Добрый вечер, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, да, здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Камиль Мустафин, меня зовут, из Казани. Алло, добрый вечер. Камиль, меня зовут, из Казани, Камиль Мустафин. У меня такой вопрос. Вот мы на майский праздник уезжаем на дачу, у меня дача Васильева, и целое лето до октября месяца живем там. Практически в квартире никто не бывает, никто не живет, газ не используем, как и электричество, как и воду. Как мне платить? Вот в ноябре я могу оптом все платить? Действительно, очень актуальный вопрос, спасибо. Если действительно абонент долго не проживает в своей квартире, живет там где-то еще, он что, должен как-то что-то платить? Ну, давайте, наверное, все-таки определимся. Спасибо за звонок. Что делать, чтобы не накопился долг, да? Это самое главное сейчас. Да, ну, знаете, здесь маленько непонятен вопрос. То есть, есть ли прибор учета газа в данном потребителе или нету? Я предлагаю рассмотреть два варианта. Первый вариант, в случае, если в доме или в квартире установлен прибор учета газа, если сам потребитель нас заблаговременно уведомил поставщика газа. Что он будет жить на даче, да? Нет, о том, что он не будет проживать по месту жительства более одного месяца. То, соответственно, мы фиксируем те показания, которые он передал на момент подачи заявления. И те показания, которые будут зафиксированы на длительный период самого потребителя. То есть, это письменное заявление подается в абонентский отдел по месту жительства, так? Да, 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 совершенно верно. Так, дальше. При отсутствии более пяти дней подряд что происходит? Да, ну, в данном случае, если прибор учета газа у потребителя отсутствует. То есть, если потребитель все-таки отсутствует в домовладении или в квартире более пяти дней подряд, при отсутствии счетчика и при отсутствии технических возможностей этого прибора учета газа, то, соответственно, производится перерасчет размера платы за газ. Но при этом хотел бы обратить внимание, что это производится только по услуге газа. То есть, там, где установлена газоплита, либо, соответственно, установлен только газовый котел. То есть, отопление не предназначено на цели отопления. К заявлению о перерасчете нужно что-то приложить, какие-то документы? К заявлению, конечно, к заявлению о перерасчете прикладываются документы, подтверждающие продолжительность временного отсутствия потребителя. Соответственно, должен быть обязательно к этому документу прикладываться акт обследования на предмет отсутствия технической возможности установки прибора учета газа. Спасибо. И об этом как раз наш следующий видеоролик. Вера, опять квитанция за газ пришла? Хм, потом оплатим. Не откладывайте оплату квитанций. Не ждите, пока вам отключат газ. Газпром Трансгаз Казань рекомендует. Платите за газ вовремя. Рустам Унирович, на ваш взгляд, насколько необходима установка приборов учета газа? Ну, я считаю, что это хорошая возможность вести учет по потребленному газу. Это выстраивание цивилизованных отношений между энергоснабжающей организацией и абонентом, физическим лицом. Также это позволяет повышать качество оказываемых услуг и, соответственно, иметь воздействие на формирование стоимости энергоносителя. То есть люди должны платить за реальные услуги, так ведь? Конечно. И реально потратил, потребил, за это только платил. Именно при установке счетчика абонент платит только за реально потребленный газ. В случае, если абонент нерегулярно передает показания счетчика по каким-то причинам, как производится начисление? Если потребление газа оплачивается по счетчику, то показания должны предоставляться ежемесячно. Даже в том случае, если человек потребил очень небольшое количество газа, в любом случае он должен, обязан передать показания счетчика. Иначе, значит, при расчете, не получив показания счетчика, при расчете стоимости потребленных услуг, будет применены... Будет, наверное, штраф. Но вообще вы правильно говорите? Это штраф, а увеличенное, скажем, нормативное начисление на расчет за предыдущий период, который, конечно же, будет накладно сказываться на потребителя, на абоненте. Но, наверное, исключение составляет тот случай, если, например, действительно человек уезжает по каким-то причинам и пишет заявление в абонентский сайт. Да, здесь заявление, если оформлено в обслуживающем абонентском пункте, соответственно, применяются другие коэффициенты. Словосочетание, поверка счетчика слышали многие, но для чего же она производится, проводится, да, и представляют действительно не каждый, не все. Для чего нужна поверка счетчика? Поверка – это определение погрешности измерения и пригодности, соответственно, к его эксплуатации. Как любой другой механизм, счетчик имеет паспорт завода-изготовителя, где на последней странице есть клеймо госповерителя. Там, соответственно, указывается дата последней поверки. Ну и по результатам проверки выдается какой документ? Да, по результатам проверки, конечно, выдается свидетельство о госповерке. Отлично. Он определяет, что следующую поверку, так? Да, 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 совершенно верно. Как правило, межповеречный интервал в среднем составляет от 8 до 12 лет. Это, как правило, зависит от модели типа прибора учета газа. А если получилось так, что у счетчика газа истекла проверка, то, соответственно, начисление как будет производиться? Да, вот это самое важное, конечно. Хотел бы застрить внимание всех потребителей. В случае, если прибор учета газа истек, то начисление, соответственно, производится по нормативу. Ах, вот так. То есть, не в зависимости летний период времени или зимний, начисление производится по нормативу. То есть, в случае, если в доме у нас есть газ, газовый котел, соответственно, исходя из количества проживающих. Если газовое отопление, то, соответственно, исходя из отапливаемой площади. Спасибо, спасибо. Уважаемый абонент, избежать сложных расчетов, очередей, заявлений и проверок вам поможет соблюдение привычного правила. Показания счетчика и оплата за использованный газ ежемесячно. Абонент при наличии у него установленных в законном порядке приборов учета газа обязан не позднее 23 числа расчетного месяца представить поставщику достоверные показания приборов учета газа. Оплата за потребленный газ осчисляется ежемесячно до 10 числа месяца следующего за истекшим расчетным периодом. Мое призвание – доставлять людям удовольствие и хорошее настроение. Радость для меня – видеть, как преображаются женщины. Самая большая награда – это овации благодарных зрителей. И овации, и цветы. А секрет нашего успеха – в умении содержать и дом, и дела в порядке. В полном порядке у этих успешных женщин из оплаты счетов за газ – основы уюта их домашнего очага и благосостояния. Почему потребители не оплачивают услуги? Ну, согласитесь, конечно же, разные ситуации бывают, и разные материальные состояния. На что могут рассчитывать категории граждан, получающие меры социальной поддержки? Ну, действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено представление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Для получения субсидий и льгот, которые установлены федеральными законами, законами субъектов Федерации и местными локальными документами, конечно же, в первую очередь, критерием является отсутствие долгов за коммунальные услуги и энергоресурсы. Ну, наверное, вы все-таки разговариваете с такой категорией людей, вы к ним выезжаете, ваши сотрудники ведут беседы, так ведь? Конечно же, каждый абонент у нас, несмотря на их большое количество в республике, на отдельном нашем контроле, в ВКонтакте, когда мы замечаем, что идет проблема с оплатой, мы с этими абонентами встречаемся, выясняем, стараемся выяснить причины, ну, естественно, предупреждаем о возможных последствиях в случае неоплаты. Одним словом, должен действовать принцип добросовестности. Компания дает ресурс, газ, без предоплаты и столько, сколько нужно. Абоненты со своей стороны должны вести правильный учет газопотребления и своевременно его оплачивать. А вот и морковка, вкусная, с витаминами. Опять! А Маша не любит морковку, Маша любит кашу. Ну, как же я тебе кашу сварю? Газа-то нет. А когда будет? Вот папа заплатит за газ, тогда и будет. Не доводите до крайностей. Оплачивайте счета за газ вовремя. Живите полной жизнью. Многие татарстанцы, чей доход невелик, оформляют субсидию на оплату коммунальных услуг. А существующая задолженность по оплате газа может стать препятствием для получения мер социальной поддержки? То есть должникам субсидии могут предоставляться? Одним из обязательных условий получения субсидии, представления субсидии нашим льготникам, нашим жителям республики, это является отсутствие задолженности по коммунальным услугам, в том числе за газ. Поэтому задолженность, к примеру, за газ может стать препятствием для получения субсидии. Спасибо. Хочу еще раз напомнить, что газ такой же товар, за который нужно платить и платить вовремя. И надеюсь, что изменение правовой базы, регулирующей взаимоотношения поставщика газа и потребителей, введение дополнительных правовых гарантий и ужесточение ответственности, заставят наших потребителей серьезнее относиться к вопросу своевременной оплаты за газ. Если за газ не платить больше трех месяцев, газовики имеют право остановить подачу газа. Четыре тысячи квартир в Татарстане уже остались без голубого топлива. А вы оплатили счета за газ? Сделайте это сегодня на портале Госуслуг или в любом удобном банке. Где можно получить информацию об имеющейся задолженности за газ? Ежемесячно ООО «Газпром Трансгаз Казань» осуществляет печать и доставку квитанций до всех потребителей с указанием абонентов нашей республики. В китанции указывается объем потребленного газа, сумма необходимая предъявленной к оплате. В электронном виде эту информацию можно получить на сайте ООО «Газпром Трансгаз Казань» в личном кабинете абонента. Отлично. Личный кабинет. Что это за ресурс? Расскажите нам, пожалуйста, про личный кабинет. Личный кабинет. Интернет-ресурс с функцией «Личный кабинет» размещен на официальном сайте «Газпром Трансгаз Казань». Закладка «О компании» по адресу казань.тр.газпром.ру Предварительная регистрация пользователей на сайте не требуется. Для просмотра информации по услуге газоснабжения необходимо указать номер абонентского пункта и номер лицевого счета. На сайте доступны для просмотра отчетный период, адрес абонента, количество проживающих, отапливаемая площадь, начисленная сумма и сумма задолженности по услуге газоснабжения. Имеется возможность распечатки квитанции для дальнейшей оплаты в банках и отделения почты. Абоненты предпочитают совершать электронные платежи, могут в прямой ссылке перейти на портал госуслуг Республики Тарстан. И, соответственно, платежи там. А какие еще электронные сервисы доступны потребителям? Ну, самыми популярными сервисами для абонентов является передача показаний приборов учета газа и совершение платежей. Хочется уточнить, что в соответствии с пунктом 21 правил поставки газа, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации 21 июля 2008 года, номер 549, передача показаний приборов учета газа является обязанностью абонента. Правильность и временность подачи показаний приборов учета газа также напрямую влияет на начисление, выставляемые суммы к оплате. Ну, также можно оплатить за газ в общедоступных местах, в магазинах, в торговых центрах, так ведь? Вот я хотел бы сказать, что есть портал госуслуг Республики Тарстан. Платежи принимаются банками, практически всеми банками Республики, или банками, находящимися на территории Республики Тарстан, подразделениями, филиалами Почты России. И, значит, в большинстве банков, с которыми заключены у нас договоры, комиссия для абонентов нулевая. Прекрасно, спасибо. Эти расходы несет на себе у «Газпром» Тарстан. Компания ваша, да, отлично. Телефонный звонок у нас есть от наших телезрителей, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте. На днях нам отключили газ в частном доме. Угу. Что делать? Да, подскажите нам наши дальнейшие действия быстрее, чтобы подключить. Спасибо. В частном доме отключили газ. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, самое главное, это вам необходимо заплатить задолженность за природный газ. Я так понимаю, что отключили-то именно по этой причине. Также вам необходимо будет оплатить расходы по отключению-подключению, про которые я говорил ранее. В начале программы. В начале программы. Вы будете оплачивать дополнительно, уважаемые должники. Спасибо. У нас есть сообщение с электронной почты. Добрый вечер. За газ не платят не только малые мучени, но и вполне себе благополучные люди с приличным достатком. Каким образом вы их воспитываете? Ну, воспитывать, наверное... Сказать, это действительно правда? Это правда, да. На самом деле, среди неплательщиков наших есть, конечно же, люди и достаточно состоятельные. Нередко, общаясь с нашими контролерами, которые как раз выходят по адресам и пытаются снять показания счетчиков, я вот, например, не могу понять, как же такого уровня люди, которые не дорожат своим имиджем и накапливают долги. Ну, принимаемые меры к должникам у нас в стране везде одни. Они закреплены как раз 549-ми правилами. Ну, тут, наверное, добавить нечего. На какой штраф? Все в пределах закона. Хорошо. На протяжении всей программы у нас работало электронное голосование. Основной вопрос. Вы за газ платите вовремя 3 варианта ответа. 70% телезрителей проголосовали за первый вариант ответа. Да, всегда. Ваше обращение к нашим телезрителям. Уважаемые жители республики, мне, конечно же... Я надеялся, и мне очень приятно видеть такой результат голосования. Я надеюсь, что сегодняшняя наша встреча или, как бы, вот, ответы на вопросы вас дадут некий, скажем, ликбез, да, некие информативные вещи. И в случае появления вопросов по дальнейшему взаимодействию или вопросы более индивидуальные, пожалуйста, обращайтесь в подразделение в абонентские пункты о Газпром, Трансгаз, Казань, и вы на них получите квалифицированные ответы наших сотрудников. То есть в любое время можно обратиться, проконсультироваться. Но самое главное, да, надо не забывать платить за газ вовремя. Да, не знаете, спросите. Конечно. Мы все объясним, все расскажем. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Я благодарю наших гостей, Рустема Мунировича Гематова и Ильдара Фаридовича Вахитова за эту беседу в студии. И прощаюсь. Всего вам самого доброго. Так и хочется сказать, действительно, вот много сегодня интересного было, да, много сегодня было полезного. Учителей просто зашкаливает отключение, просто идут постоянно. Это просто очень много. Вот просто хочется прям перечислить даже район, наверное, этого делать не буду. Но действительно, сегодня была очень полезная встреча. Я сама для себя очень много узнала полезного. Я много узнала, что, оказывается, за это будут, с меня возьмут деньги, если я вдруг не заплачу. Вроде бы суммы-то небольшие, да. Какие-то приходят, ну, скажем так, копеечные, да, образно. Не то, что нам приходят за горячую воду или за отопление, да. Тем не менее, это надо не забывать, об этом нужно помнить. И как красной лампочкой вот здесь нам действительно должно гореть о том, что любое наше бездействие повлечет какой-то дополнительной финансовой траты. Так ведь? Я прощаюсь. Всего вам самого доброго. Спасибо вам, уважаемые гости. Спасибо за то, что этот вечер вы были с нами, дали очень интересную телевизионную нам беседу, встречу, программу. Всего вам самого доброго. До встречи через неделю на ТНВ. Субтитры подогнал «Симон»